Субтитры создавал DimaTorzok Чем же мы занимались в прошлом ягодстве? Занимались мы тем, что вычисляли потенциальными ягодами взаимодействия двух зарядных частей Как мы начинаем? Мы начинаем, сравнивая элитистское выражение для амплитуды перехода из одного состава в другое Выражение для амплитуды дается хуже образом, а потенциальной энергии и энергии А с другой стороны у нас есть выражение для амплитуды перехода по правилам фейма И, сравнивая две амплитуды, мы получаем такое соотношение Q от Q Здесь, где же мы будем рассматривать такой переход, скажем, частица Изобразим диаграммой Феймана таким образом Стоимость, соответственно, P1, P2, P2' и Q направим так Да, Q Т.е. к уровню B-1, здесь у Дельта, здесь, конечно, когда мы говорим о потенциальной энергии взаимодействия с точностью dv квадрат, c квадрат, это есть некий оператор. Оператор, зависящий, вообще говоря, от координат частиц и от их импульсов. Ну, ясно, что входит только зависимость. Вот что такое у вас? Ой, я хочу еще раз прояснить. Это ясно. Это ясно. Это ясно. Крадрат приема R за есть или минус трику R. R – это относительное расстояние между листициями R в одном L1-R2, как я уже говорил, U равно F1-3. Форье образ от оператора, потенциальной энергии, который зависит от R, это оператора. П-1 оператор. Я не пишу шляпы для операторов, потому что я уже говорил, что шляпы мы регулировали для свертки камнем с каким-то реактором. И от P2. При этом предполагается, что эти операторы не коммутируют, поэтому надо установить, определить порядок расстановки этих операторов. предполагается при этом, что мы регулировали после R. Крадио операторов нужно будет, конечно, коммутировать. Так вот, это определение UAT-Q. И мы имеем соотношение UAT-Q. То есть, матричные элементы перехода на электрической пантовой механики между начальным состоянием и конечным, это есть оператор U, который, надо сказать, еще и является оператором спинового пространства. Фи-1 и Фи-2 это спиновые волновые функции начальных частиц, а Фи-1 штрих, я напишу, буду писать штрих-2, символы частиц. Фи-2 штрих это волновые функции спиновой и конечных частиц. Так вот, этот матричный элемент, вот той, метаникой генеретической, и он равен, должен быть равен, минус матричному элементу, по правилам Фи-1 вычисленным. И это есть минус E квадрат, здесь стоит U с чертой от P-1 штрих, U от P-1, U с чертой, а здесь я напишу следующее, напишу, напишу, здесь, пардон, пропустил, да, матричный. Габа-1, U от P-1, умноженное на D, минус, деленное на U в квадрате. Дальше стоит U с чертой от P-2 штрих, габа-1, U от P-2, и это еще не все, я еще на самом деле не разделил на энергетические множители. Здесь стоит поле квадратное из двух E-1, 2 E-2, 2 E-1 штрих, 2 E-2 штрих. Вот толсунг выполняется такое соотношение. Из этого соотношения, естественно, можно вычтить оператор U, как вычтить? Разлагая, ну, выписывая явный вид спиннеров, и разлагая по F, по отношению F, 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 F. Это пропагатор F, 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 в квадрате, а Д и Ж, Д и Ж, это изменно сказать Д и Ж, плюс Ку-И, Ку-Ж, делить на Ку-вектор в квадрате. Удобно использовать эту калибровку, почему? Здравствуйте, потому что здесь какие члены, вот здесь у нас есть сверка, по имени Цинлюиниум, какие члены здесь велики? Ясно, что член, вот этот дамва-ноль, он велик. Он порядка, с учетом этих энергетических знаменателей, он порядка единицы. А член с гамма-вектор, он порядка П-вектора делить на вас, он мало. Поэтому нужно выбрать такой калибровку. Видите, Д-доль-доль подавляет. Д-доль-доль маленькая личина, потому что здесь Д-доль-доль, вернее, пардон. То, что я, да, конечно, это неправильно, что он подавляет, но что делает Д-доль-доль? Д-доль-доль сокращает вот этот ку-квадрат к вот этому ку-квадрату. И в знаменателе оказывается только трёхмерное ку-квадрате. Если бы мы оставили трёхмерное ку-квадрате в знаменателе, то тогда нам нужно было разлагать. Четырёхмерное ку-квадрате. Ку-квадрата четырёхмерное – это есть минус ку-квадрате, плюс ку-вектор в квадрате и минус ку-лоль в квадрате. Ку-лоль в квадрате – молно по сравнению с ку-вектором в квадрате. Почему? Ну потому что это есть разница энергии. Энергия в нулевом приближении – это просто масса. Массы сокращаются, да? И остаётся только величина. Здесь порядка… порядка… П в четвёртый ку-квадрате. Если мы вычтем ку-ноль. Ку-ноль. – о том, что в ку-ноль… – о том, что в целях есть, скажем. Правда. Здесь вот ещё встаётся вопрос такой – о неоднозначности. Мы его обсуждали на самом деле. Что такое ку-ноль? На самом деле, если мы будем пользоваться законом сохранения энергии, то тогда мы можем использовать разные значения для Q0. Q0 это либо мы можем так сказать, Q0 равно ε1' минус ε1 равно ε2' минус ε2'. Но тогда, в этом случае, мы получаем, это есть корень квадратный, если m в квадрате плюс p1' в квадрате минус соответствующий корень квадрате плюс m в квадрате плюс p1 в квадрате. И это есть p1' в квадрате минус p1 в квадрате минус 2m. А здесь мы получим данные. Что мы получим? Но у нас есть еще закон сохранения импульса, который говорит там. У нас p1' равно p1' равно p1' плюс u' в квадрате минус p1 в квадрате минус p1 в квадрате на дворе. А здесь мы получаем, соответственно, p2' в квадрате минус p2' в квадрате минус p2' в квадрате. Но в квадрате минусs – и2well' в квадрате минус п1 и смотрящий. И закон сохранения энергии, закон сохранения энергии дает нам связь между P1, p2' и q, в то время как у диалетической, здесь мы считали q абсолютно независимым. Поэтому, стоит вопрос, а какое использовать выражение для ку-0, вот здесь? Ну, во-первых, ку-0 маленькая, да? Мы уже договорились, ку-0 маленькая по сравнению с ку-2 И его надо удерживать только в том случае, когда коэффициент перед ней, перед вот этим куфом Когда, ну, только в поправочных следах его надо удерживать Поэтому, если мы берем, вот взяли ку-0 калибровку, взяли здесь для 0,0 Тогда ку-квадрат сократилось, и вопроса при умножении, ну, не возникает вопроса о том, какой ку-0 брать У нас ку-0 вообще не входит в ответ С нашей точностью ку-0 вообще в ответ не входит Но если мы используем фейнерскую калибровку, то возникает, конечно, вопрос Никакого сокращения нет, вернее так Когда используем фейнерскую калибровку, тогда для меня это просто D0,0 Это просто единица Единица умножается на величину Здесь нулевая компонента, здесь нулевая компонента, это тоже величина порядка единицы И у нас получается ответ вклад Вклад получается единица делить на ку-вектор в квадрате минус ку-0 в квадрате Этот главный, то есть это примерно равно единица на ку-вектор в квадрате плюс ку-0 в квадрате плюс ку-0 в квадрате ку-0 в квадрате делить на ку-вектор в четвертый Это главный член Который дает нам кулоновское взаимодействие А этот вот поправочный член, его надо учитывать А какой брать ку-0? Ку-0 Ясно, что возникает неоднозначность Почему возникает неоднозначность? Как я уже не сказал, она возникает Потому что мы сравниваем матричные элементы S-матриксы с нейритическим приближением А надо брать матричные элементы U-матрикс То есть надо, на самом деле, вычислять, пользоваться Для вычисления этих матричных элементов Вот этих матричных элементов Пользоваться, опять же, не правилами Фельмана, а старой теорией возмущений Старой теорией возмущений Когда вместо этой диаграммы надо писать две диаграммы, порядочные по времени И вместо пропагатора единица на Q в квадрате Надо писать Вместо единицы на Q в квадрате Это есть Надо писать такое выражение Это писать как единица делённо на Q в квадрате Писать выражение, которое получается от энергетических знаменателей Вот в таком процессе Я уже не буду точно выписывать Я буду терять времени Вот в старой теории возмущений процесс изображается двумя диаграммами Одна диаграмма Это у нас сначала этот электрон излучает потом Здесь в промежуточном состоянии находится Эта частица, эта частица и эта частица А здесь наоборот Эта частица излучает фаргон И в промежуточном состоянии находятся Ну понятно, другие частицы И здесь энергетические знаменатели Есть Здесь энергетические знаменатели Это есть Эпсион 2' Эпсион 2' Эпсион 2' Минус Эпсион 2' Минус Оммига Где Оммига это энергия фотона Вот этого фотона И минус Эпсион 1' Э это энергия промежуточного состояния В знаменателе должна стать разность между энергия промежуточного состояния и начальное состояние Минус Эпсион 1 Так, партнон Плюс Эпсион 1 Минус Эпсион 1 Минус Эпсион 2' Вот этот энергетический знаменатель в одном случае, смотрите, плюс энергетический знаменатель в другом случае. Здесь, значит, что у нас получается? y1 сокращается, да, а здесь стоит наоборот. Эпсилон один штрих минус ломика минус Эпсилон один штрих плюс ломика. Почему минус ломика здесь? Плюс ломика, это энергия фотона, энергия фотона. Здесь, ну, а энергия фотона, как она вычисляется, эта энергия? Что такое энергия фотона? Это его импульс фотона. А импульс фотона здесь равен корею квадратной из F2' минус F2. Воду импульса здесь. А здесь воду импульса будет равен минус Эпсилон один штрих минус F1, но в силу сохранения импульса это одно и то же. Вот что стоит, значит, теперь это так. Что это такое? Как у нас появилось это Q в квадрате? Оно появилось уже в... Когда мы воспользовались теорией возмущений, что это будет Q в квадрате. Когда у нас воспользовались уже законы сохранения энергии, когда у нас появилось Q в квадрате? И это есть... Q в квадрате это... это есть... Эпсилон один минус Эпсилон один штрих в квадрате минус... П один минус П один штрих в квадрате. Вот когда у нас появилось это. Вот что означает Q в квадрате. А появилось оно таким образом, что мы взяли вот эту диаграмму и вот эту диаграмму и использовали закон сохранения энергии. И тогда, Эпсилон один штрих минус... Эпсилон один... Значит. Оно равно с обратным знаком Эпсилон два штрих минус Эпсилон два. И как раз когда мы сложили эти... ээ вот воображения... то что у нас появилось, это как раз в номинателе появилось квадрат этого p мин минус по 1 штрих вектор квадратный минус x на 1 минус x на 1 штрих в квадрате ну, это на самом деле, а в числителе что у нас получилось? у нас получилось... так, правильно правильно, значит, в числителе получилось 2 ну, на самом деле, это надо было... здесь равен себе написал неправильно это просто по раздельности, это надо делить на 2 омига вот так вот вот какое соотношение откуда здесь омига? а омига это как раз опять же энергия батона это нескорий квадратный здесь p минус по 1 штрих или 2 минус по 2 штрих и в силу такого сохранения нет, все это все равно в квадрате я поясняю связь между старой теорией возмущения и как у нас возникает на самом деле пропаганда вот это и на 2 квадрате потом пропаганда возникает никакого пропаганда никакого пропаганда старой теории возмущений такого пропаганда не было все частицы это пропаганды так называемые виртуальные частицы а в старой теории возмущения никаких виртуальных частиц вообще не было все частицы были на массовой поверхности промежутке, все они были реальные как возник пропаганду? вот это мы возник таким образом Мы брали эту диаграмму, и эту диаграмму, и их складывали. Числительные диаграммы на самом деле были те же самые, но в этой диаграмме. Значит, стоял энергетический знаменатель, и стоял вот этот оттенок. Что это такое? Это было еще в промышленном состоянии, мы должны разбереть еще на удвоенную энергию фантона, потому что в промышленном состоянии мы вышли здесь хатон, да? Ну, просто это видно по размерности, что нужно опять отмножить. И вот, суммируем, мы получаем как раз вот эту единицу в квадрате. То есть единицу в квадрате, но получаем мы эту единицу в квадрате только в S-магрисе. То есть предполагаем, что у нас уже есть закон сохранения энергии. А в ум-магрисе, конечно, если мы рассматриваем, что такое ум-магрисе, мы должны вместо энергетического, вместо дектофункции четырехмерной, чем отличается ум-магрис-магрис? Она отличается практически только тем, что вместо энергетической дектофункции, мы интегрируем по времени, по последнему времени. Не от минус бесконечности, а от минус бесконечности. Интегрируем от минус бесконечности до какого-то конечно времени. Наука, скажем, давления ноль. В общем, в силу произвола выбора времени это все равно. И получаем вместо дектофункции от энергетической дектофункции Вместо этой дектофункции мы получаем единицы делить на энергетический знаменатель ПИТ ноль минус БФТ ноль. Никакой дектофункции ПФТ ноль. Все эти коэффициенты очень не важны. Никакой энергетической дектофункции, закон сохранения энергии нет в ум-магрисе. Вот чем она отличается. Поэтому, на самом деле, когда, строго говоря, при вычислении мы должны использовать U-матрицу, а не S-матрицу ну, я повторяю, что в этом, когда мы были предназначены, это можно обойти, используя калибровку благодаря тому, что у нас уже не возникает вопроса о том, какое уголь у нас выбирается такое или такое а, вообще говоря, мы должны честно использовать U-матрицу ладно, это вопрос вычислений дальше, на самом деле, мы этот вопрос уже обсуждали на прошлой версии а я обещал, дальше что уже делать? ну, после того, как в кулоновской калибровке мы выбрали и сказали, что в кулоновской калибровке я достаточно беседую мы можем спокойно пользоваться S-матрицей и получить акет я обещал его выписать но вот опять меня нанесло куда-то опять в объяснение довольно долгое ладно, может быть, чем-то они все-таки вам будут полезны все-таки я теперь выпишу ответ для O-at-u для O-at-u я выпишу ответ все это я уничтожу и выпишу ответ для O-at-u ответ для O-at-u ну, я здесь вижу только O-at-u хотя, конечно, я повторяю, что это на самом деле O-at-u зависит еще не только O-at-u, но зависит от B-I-U-B-2 и от оператору спина, конечно, зависит а оператору спина это С-матрицей и С-матрицей и какой же будет ответ? ну, ответ будет E-квадрат делить на куб квадрат это нерудизм вот мы его вывесили в нерудизм очевидное очевидное выражение дальше будут поправки поправки будут какие поправки будут? ну, давайте будем массы частиц обозначать E-квадрати E-квадрат E-квадрат M-e-k-2 поправки порядка 1&m1 ну, соответсвенно, 1&m2 вы на самом деле знаете почему знаете потому, что вы знаете тонкую структуру поправки, приводящada в тонкую структуру военными водородами А это как раз и были такие поправки. Но есть? Но скажем, были такие поправки. Минус Q в квадрате. Дилекта 8 м1 в квадрате. Минус Q в квадрате. Дилекта 8 м2 в квадрате. Что это за поправки? Это поправки, которые приводят к дельта-функционным членам. Это же курьер-образ от потенциальной энергии. А в самой потенциальной энергии эти поправки, конечно, приводят к членам. Видите, она сокращается. И когда мы берем обратное преобразование, у нас получается дельта-функционный член. Дельта от R. Вы их знаете. Понятно, что они будут симметричны. Дальше будут члены, которые вы не знаете. Что это за члены? Это не единица на Q в квадрате. Это взаимодействие электрических зарядов. Но есть еще... Так. Единица на Q в квадрате связана с Кулоновским взаимодействием. Но кроме закона Кулона, вы знаете, есть еще какой закон? Бесовано есть какой закон. Да? Что это такое? Это энергия взаимодействия, сила взаимодействия двух токов. Ну, и есть силы взаимодействия, есть энергии взаимодействия. И, значит, в квадрате водовода таких членов не было, потому что они... И вот это... Это, значит, такие члены. Есть единица делить на mµ, m¹, 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 m¹. Делить на m¹, 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 m¹. Опять же, эти члены легко получаются совершенно, они не зависят от цена. И, в общем, интерпретацией он очевиден. Дальше есть члены. Дальше я не буду член, который известен вам, что это за член. Это взаимодействие с спинно-оргитальное взаимодействие. Как он выглядит? Сигма-один я напишу. Сигма-один. А здесь у на В1. Возьму такую скобочку и напишу, что это означает. Это смешное произведение. Смешное произведение этого вектора. Ну как смешное произведение? Это сверстка этих векторов с ε. Здесь можно по-разному написать его. Можно так написать, как симмальный, там кул, там Т1, вектор, да? А можно скобку векторного произведения. Это шкалярное произведение. Эту скобку векторного произведения можно здесь поставить. Понятно, что это такое. Это смешное произведение. Если я вам так напишу, то видно будет, что это спинно-орбита. Это взаимодействие спинно-орбитальное произведение спинно на вот это вот. А ведь понятно, что переходим в координатное представление, это будет у нас орбитальный момент. Так что мы это еще напишем, да? Значит, σQ1 делить на 4, что у нас стоит? 4L1 в квадрате. Да? Дальше, конечно, будет такой же совершенный член, но со знаком минус. Минус И, σ2, здесь Q на V2, то есть, ну, со знаком минус. Потому что кун, лектор-по, определение лектор-по, оно аэтосимметрично относительно телестановки 1 и 2. 9х4, это 2 в квадрате. Есть такой член, конечно. Значит, с правильным коэффициентом, насколько... Помните коэффициент? Ну, не помните, конечно, я сам не помню. Но думаю, что правильный. Я потом посмотрю свои записи и проверю правильность всех членов. Я повторяю, физический смысл всех этих членов понятен. Теперь, вот здесь есть член такой, минус. Так. Да. Понятно, теперь у нас остались все, на самом деле, у нас... Как вы помните, что было в атоме водорода? Этот член был, это дектофударенский член, и был член спинаргита. Все, больше ничего не было, да? Вот мы их написали. А теперь что? Члены, конечно, которые единицы на М1 и М2. Члены, которые единицы на М1 и М2. И эти члены вот такие. И минусы Сигма-1. А здесь Сигма-1. Ку на П2. Ку на П2 делить на 2. М1 и М2, да? Ну и, конечно, плюс Сигма-2. Ку на П1 делить на 2 и М2, да? А что это за члены? Что это за члены? Это тоже спиноргитальные члены. Тоже спиноргитальные члены. Но это, видите здесь, можно так сказать, что это взаимодействие спина первой частицы с моргитным монетом, с моргитным полем, которые создаются этой же частицей. А здесь взаимодействие спина первой частицы с моргитным полем, которые создаются второй частицей. Значит, эти штуки, эти два раза меньше. Важно, на крупу отличаются штуки. И, в общем-то, я думаю, что вам говорили, то, что вам говорили в платной памяти, при выводе вот этого члена, я думаю, что вам говорили, как выводится это? Наивно мы, как говорили, взяли, как этот член вы считаете? Мы знаем, что магнитный момент взаимодействует, покоящийся магнитный момент, да? Покоящийся магнитный момент взаимодействует только с магнитным полем, да? С магнитным полем. С электрическим полем покоящийся момент не взаимодействует, да? Только с магнитным полем. Взять и решить систему покоя электронов. Систему покоя электронов я же не решить, то там у нас появляется магнитное поле. При переходе с одной системы в другую, в системе, где у нас ядро покоится, у нас есть только электрическое поле, но потом перешли в другую систему, и у нас появляется магнитное поле. Появляется, значит, и поведение магнитного момента с магнитным полем. И так можно посчитать вот этот член. Оказывается, нет, неправильно. Если мы посчитаем так, просто, пересчетом, а шибемся вдвойку. Почему шибемся вдвойку? А потому что при переходе из одной системы в другую спин еще поворачивается. И вот эта вот так называемая тонусовская половинка вот здесь появляется из-за этого. А здесь эта половинка отсутствует. Вот в чем разница. Вот в чем разница. Значит, эти члены есть. Ну и еще какие члены? Есть, конечно, еще члены взаимодействия с пенспиновым взаимодействием. Которые тоже... Это взаимодействие двух магнитных моментов. Которые вот тут тоже выписали. Это сверх... Раньше это было сверхтонкое взаимодействие, да? Сверхтонкое взаимодействие. Потому что одна-два тоже... Это же тоже, можно сказать, сверхтонкое взаимодействие было бы в атоме водорода, потому что здесь произведение массы. Ну и вот еще две оттонкое взаимодействие. Это... Значит... Плюс... Напишем... Дело напишем... Плюс... Еднице дверь... За четыре... Эмогены два... А здесь, смотрите, что у нас стоит. Сигма... Э... Сигма... Пу... Сигма одинку... Сигма дваку... Здесь такой член... Делим на ку... Делим на квадратный... И есть... Сигма один... Сигма два... Скоффициентом нейтрально... Так... Вот и все, что у нас есть. Этот... Значит... Спинновый взаимодействие коэффициент я наверняка набрал. Теперь... Сейчас я их проверю. Этот коэффициент правильный... Этот коэффициент правильный... Тех из церкви за этого правильный И И И Четыре Седьмой двух Седьмой двух А, здесь Q квадрат Это я набрал здесь Почему? Потому что это На самом деле Q квадрат я уже вывез, поэтому здесь Стоит минус 7,1,7 квадрат Q квадрат Вот так Вот так Еще Десять лет Десять лет Для улажку, который мы Возьмите Ну, по сути, сумму-то учили его Мы же рассмотрели уже Наточные элементы Вот эти вот Наточные элементы Гамма Вот эти мы уже Выводили Так что Этот ответ Ну, если бы Я не буду По существу Получить Ну, на самом деле Конечно Конечно Надо Обычно Обычно Используется Не импульсное Представление А координатное То есть надо Переписать Еще Вот В терминах УАТРП1П2 Как вы видите Как вы видите Вот это вот Это есть Оператор Взаимодействия В Представление Ну, ясно Как это получается Ну, просто Фурье преобразование Никаких тут Особых хитростей нет При учтении Это У меня преобразование Поэтому я Сразу Напишу ответ Для УАТРП1П2 Я его напишу УАТРП1 Хочу только Обратить внимание Что Хотя Здесь Ляпы не стоят Над этими УАТРП1П2 Но это Операторы УАТРП1 УАТРП1 Я же в колено Представление То П1 Это Есть Оператор Минус П1 Это Есть В Представлении Это Минус И На 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 Не Представлении На 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 Когда я пишу выражение это, подразумевается, что b1 и b2, эти операнты, они стоят после r. Ну, ясно, что ответ это будет е квадрат делить на 4πr, да? Это вот Куловский член, вот этот член. Почему он пишет е квадрат на 4πr? Потому что здесь у нас, мы работаем и с кресальностью 5 единиц, и это е квадрат на 4πr, это как раз тот е квадрат, который использовался. Конечно, это обычный Куловский потенциал. Правда, надо сказать, что мы все-таки рассматривали рассеяние частиц с одинаковым зарядом, да? Точнее, частиц с одинаковым зарядом. Ну, электрона на мионе, скажем, да? А что бы получилось, если мы рассматривали рассеяние частиц с разным зарядом? Электрона, ну или скажем, позентрона на мионе. Что мы должны были тогда сделать? Вместо вот этого вот, да? У с чертой от b' гаммоню на v, мы должны были писать v с чертой гаммоню на v, да? То есть мы должны были переходить к v с пенором реальной частиц. Но, на самом деле, понятно, что ответ для взаимодействия, он может измениться только знаком. Только знак. Он может быть получен только измерением знака. Вы можете в этом убедиться, конечно. И для этого... Ну правда... Для этого надо... Понятно, что в спиннеры v входят не... Вот здесь, фи один и фи два, это как те нелетийские спиннеры, которыми описываются частицы, да? Ну, там одинаково. Частицы, хоть электрон, хоть позитрон, они описываются в нелетийских спиннерах одинаково, да? А здесь, когда у нас от u мы переходим к v, то у нас вместо спиннера v появляется спиннера vx. И, кстати, надо еще разбираться. Но мы с этим разбираться, когда мы идем к рассмотрению взаимодействия... К рассмотрению... К вычлению антигерационного потенциала. А пока я, значит, выписываю для взаимодействия для частиц одинаково заряженных частиц. Декларирую, что энергия вот этого оператора взаимодействия для частиц с разным зарядом. Потому что только изменим знака здесь, декларирую пока. Ну, покажу, как это можно проверить. Потом, в дальнейшем покажу. Так ответ будет, какой ответ будет. И квадратный 4π у меня здесь, конечно, будет единиться. Минус, что здесь будет? Пи. Значит, что здесь будет? Ку квадрат сократиться. И дальше будет... Пи. 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 Значит, р. Дельта. От. Р. Да? Пи. 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 Вот так понятно, что из тех членов достиг. Единица 1 на 1 поднак плюс 1 на 1 поднак плюс 1 на 1 поднак. Правильно? Знак будет минус, коэффициент будет правильный, равный будет коэффициент. Одна, восьмая. Коэффициент, что-то мне не нравится, коэффициент, Недолго сообразим. Значит, что нам нужно взять? Нужно взять УАТ. Это будет обратное преобразование. Это будет интеграл, делённый на дважды кубик. Ну и правильный. Правильный. Интеграл нас дважды кубик. Это пункция. Все скрицет правильный. Все замечательно. Дальше получается. Минус кубик, это видно два. Это вот член стоит здесь. П1, П2. Минус... это вот этот член. Но коэффициент перед ним изменился на двойку. Почему? Потому что при инвегрировании АТВ, при инвегрировании этого члена по преобразованию этого члена возникнет такой, что с коэффициентом, с обратным стаком и с коэффициентом половины по сравнению с этим стаком. И, значит, минус П1, П2, делить на Р в квадрате. А что же может здесь больше? И чего здесь может больше и не быть? Все. Вот такое выражение. Это члены без спиновые. Значит, следующее спиноорбитальное взаимодействие. Это плюс сигма-1 Р на П1. Опять, это вот чисто спиноорбитальное взаимодействие в том виде, в котором мы привыкли, что мы можем делить на 4 М1 в квадрате. И что еще? Р на П1, фиг машин. М1 в квадрате. И он безразмерный должен быть. Значит, Р в квадрате. Да? Да, правильно. Правильно. Значит, остальные члены можно уже писать, так сказать, не глядя. Минус сигма-2 Р на П2, деленное на 4 М2 в квадрате Р в квадрате. Минус сигма-1 Р на П2. И члены спин-спинового взаимодействия, которые будут, конечно, содержать Дэнта оттенк Ну, ладно, давайте я все-таки еще, чтобы опять же не обмануть вас И за сердечек, дамар квадрат надо, да? А, квадрат? Правильно, совершенно правильно Значит, этот член правильный, этот член правильный, этот член... ага, вот здесь так разно Здесь знак минус, здесь знак минус, здесь знак плюс, так ответственно плюс и минус И минус сигн-спиновый, да? И вот здесь член спин-спиновый, он, в общем-то, довольно длинный И я его выпишу вот здесь Плюс и минус на 4 м1, м2 А здесь будет следующее выражение Сигма 1, сигма 2, деленное на r в квадрате Минус 3, сигма 1, r Сигма 1, сигма 2, деленное на r в квадрате И минус 8 фи на 3, сигма 1, сигма 2 Сигма 1, сигма 2, r Наждаем за ответ Сейчас, подождите Сигма 1, м1, f2, r Так Сигма 1, f2, r В квадрате Что вы говорите? А во втором члене это 4-й Совершенно правильно Сигма 1, r, деленное на r Ну вот Все Значит Замечаться Размерностью Вы уже научились пользоваться Это хорошо Значит Значит Ну вот Здесь Есть Учтение коэффициентов Здесь есть некое занятие Потому что Скажем Вот этот член Да? Он идет не только отсюда Этот член Очевидно дает Дельта функцион Дельта от r Этот Но Дельта от r тоже А здесь почему нет? А Все Все правильно Этот член Дельта тоже дает Дельта функцион Дельта функцион Но кроме Дельта функцион Он дает еще И вот Эти два В общем Это такое Есть занятие Некое 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 Работа Будешь ли Некое Незначительное Ну все А дальше Что? Трантовку всех этих членов Уже обсуждалось Понятно Что это вот Это данные Носки член Это Взаимодействие Да Вот это все Давайте Дело в общем Беда Какая у нас Получилась То я Здесь У меня Скобка Вот она Продолжается Поэтому я Дельта Конечно Должно Вот Сюда Вот Сюда Значит Это Закон Дерсавара Это Спинорбита Все Это Спинорбита Но Взаимодействие С точки зрения Физики Очевидно Что надо делать Надо У меня Просто Здесь Зак Зак И все А технически Это получается Не так Просто Почему не так просто Потому что Еще раз повторяю В спиннеры В спиннеры Входят Именно спины Физики А в спиннеры В Которые Вовсе Не Не Являются Нормальными Спиннерами Это Уже Видно Из того Что Для Начальной частицы Для Начального Позитрона Входит Ведь Не В А В Чертой Для Начального Позитрона То есть Кси С чертой Входит Кси Сокряженная Входит Помните Я напишу Что это у нас В От П Это Ну Корень квадратных Из П Квадратных Из Из двух Эпсилон П Из двух Эпсилон П А здесь Сигма П Или Эпсилон П Сигма Эпсилон Сигма Или Как это называется Неважно Как это называется Вот Что такое В Эпсилон Да Вот Что такое В Эпсилон Я повторяю Что когда Линии Начального Электрона Отвечают В с чертой А линии Конечного Электрона Отвечают В Поэтому Для конечного позитрона Для конечного Позитрона Входит Эпсилон Для конечного Позитрона Входит Эта вот Ки А Ки Ки А В то-же В то-же время Входя Супряженная Рулновая Функция Для конечной частицы Для Начальной Натолько Немного Это не есть спинного позитрона, но это уже обсуждали, когда разговаривали, говорили о матрице плотности, спинной матрице плотности позитрона. На самом деле, есть такое соотношение, я что-то так напишу, Фи плюс, это вот Фи, нормальная спиновая волновая функция для позитрона, плюс означает положительный заряд. Это не есть Фи, это вовсе не есть Фи, а это есть Симма-2. А, знаете, Фи сопряжённый. Вот что такое Фи. Вот что такое Фи. Вот какая связь между Фи и спинной волновой функцией. Нормальной спины волновой функции. И благодаря этой связи у нас, как вы помните, для электрона, я так напишу, Фи минус, минус это вот спиновая волновая функция нормального электрона, да? У нас выполняется такое соотношение. Фи, так, Фи на Фи минус, на Фи минус крест, это Фи минус сопряжённый, это есть, что это такое есть? Это матрица. Как матрица эта пишет? Эта матрица пишет как единиц, единичная матрица. Плюс, зета, минус, да? Сигма. И делить по балансу. Вот как пишет эта матрица. Да? А для... Ну и, конечно, для позитрона тоже, я могу так написать, для позитрона тоже должно быть то же самое, если бы мы говорим о невидимистической Фи на волновой функции электрона. Для позитрона это всё равно минус, плюс, да? Фосмос там выполняет такое соотношение. А для Фи у нас в общем и такое соотношение выполняется, да? Если мы напишем Фи на Хи крест, то это будет делиться минус сигма на... Минус зета на сигма. И это именно вот благодаря вот этой сигме матрицы. Вот такое соотношение выполняет сердце. И поэтому мы должны его учитывать, когда переходим... Когда вычисляем потенциальную энергию взаимодействия между частицей и античастиц. Ну, вот мы его учтём. Для какого случая мы его учтём? Учтём мы его вплоть до какого случая? Тогда у нас рассмотрим электрон взаимодействия. Задачу поставим. Вычислить потенциальную энергию взаимодействия электрона и позитрона. Тогда опять мы должны, ну вот, взять нежечинистское выражение для патекстового элемента перехода между начальными конечами состояний. И сопоставить его с тем, которое мы получаем, используя феннингскую диаграммную технику. Значит, но в чём отличие у нас появится? Ну, конечно, одно отличие, это то, что вместо... Здесь мы вычисляли для растений частицы на частицы. А теперь мы будем вычислять биограмму растений для растений частицы на античастицы. Это раз. Ну и второе, второе ещё. Появится у нас антидекционная диаграмма. Кроме рассеивательной диаграммы, появится антидекционная диаграмма. И будем, значит, рассматривать процесс. Так будет. Это я пока сотру. Будем считать, что это всё запомним. Значит, давайте обозначим спиноры. Фи плюс и фи минус, да? Соответственно. И тогда мы получим вклад растений этой диаграммы. Я говорю, что из физических аргументов ясно, что он может отличаться только знаков от того, что мы получали. А теперь давайте посмотрим вклад антидекционной диаграммы. Кук. Напишем антидекционный. Ладно. Антидекционный вклад. Вот кук. И, значит, здесь фи минус, си плюс. Это спиноры. Нормальная спиноры. Те, которые мы использовали в нейлитивизме. А здесь фи минус крест. И здесь плюс крест, да? Плюс крест. И он, мы должны его вычислить из вклада антидекционной диаграммы. Какая будет антидекционная диаграмма? Антидекционная диаграмма будет вот какая. Значит, у нас, будем у нас, значит, у нас частицы пи минус начальная. А здесь минус крест плюс. Это у нас аннигиляция. Это входящий электрон. Это входящий баситрон. А это минус штрих. И здесь минус крест штрих. Выходящий электрон. И выходящий баситрон. Вот эту диаграмму мы должны... Материчный элемент соответствующий этой диаграмме. Мы должны написать. И-и-и-и... Этот парнир-шильдент будет... Значит, минус крест квадрат. Ну понятно. Значит, что у нас будет? Будет... Высшим... Значит... Что у нас будет? У нас будет... У в сердце от П-штрих, П-штрих, да, здесь будет гамма-ню, в этой вершине будем писать гамма-ню, а здесь будет В от П-штрих, да, здесь будет, ну я напишу, ладно, опять то же самое, доминил, делить на Q в квадрате, но только другое Q в квадрате, я его сразу не буду, сразу напишу чему это будет за Q в квадрате, что это за Q в квадрате, это П-плюс П-плюс в квадрате, да, П-напритур, здесь знаменание такого пропагатора, Упус, который здесь несется, это П-плюс П-плюс, значит, гей умножается уже еще на В-чер-той от П-плюс на гамма-ню и на у от П-плюс, да? Вот что такое. Вот такое вот выражение. Надо сказать, что здесь мы видим, что знаменатель сразу велик. Поэтому не надо никаких там мудрств с калибровкой, мы можем просто вычислить, используя фельмановскую калибровку. Здесь гамма-ню, гамма-ню. Знаменатель и более того, в знаменателе сразу можно положить единица делить на 4m в квадрате. Правда. И корешки, вот эти знаменательные, 4m в квадрате. И в корешках тоже ничего не надо, сразу можно писать. Эти тоже надо вычислять только в главном порядке, да? То есть в главном порядке. Как? А что значит в главном порядке? Значит, это надо выбрасывать. Эти есть. Ну, правда, эти корешки-то, они как раз вот сокращаются вот этими корешками, да? Поэтому, в общем, на них просто надо сократить, да и все. Но, здесь в надо брать уже ноль хи, а у надо брать хи ноль, правильно? И тогда здесь мы получим, получим, что это равно, значит, что же у нас, что у нас войдет. Войдет у нас только, здесь у нас есть суммированный помют от нуля до трех, да? Ну, гамма ноль не даст плана. Почему гамма ноль не даст плана? Потому что гамма ноль, здесь, еще раз покажу, у нас, что такое В? В, В, мы берем, В, это равно, В делить на корень из двух кольцов, это есть хи ноль. Матрица гамма ноль не перепутывает верхние и нижние компоненты, а здесь, видите, у нас, надо их перепутать. Поэтому, матрица гамма ноль не даст никакого вклада. Вклад даст только матрицы гамма-вектор, который есть. Ну, и, то есть, там надо вычтить матрица, который надо вычтить, это такой. Значит, какой же матрица гамма ноль? Давайте я это затру и напишу, какой матрица гамма ноль надо вычтить. Это матрица гамма ноль. А если это есть ноль сигма вектор минус сигма вектор ноль, да? И здесь надо умножить на какую? На фи, что у нас тут? В, ага. Фи минус штрих, и минус штрих, и ноль. Крест краз. Фи минус штрих, крест краз. Вот это, что надо умножить, да? Ну и что? Ясно, что дает вклад только здесь. Напишем, е квадрат. Плюс е квадрат, потому что и засуммирование, и засуммирование, да? А здесь у нас получится фи штрих минус крест на сигма и т и на хи штрих плюс От этого матча стройника на 4m2 напишу Теперь и от этого матча элемента в чем будет отличие В, ну ни в чем не будет отличие, на самом деле, ну ладно напишу все-таки Гамма будет остаться то же самое, а здесь будет стоять фи, здесь будет 0, фи минус, начальная фи минус А здесь стоять будет из-за того, что фи штрих будет стоять 0 и хи плюс крест со знаком минус Из-за того, что фи штрих умножается на гамма 0 Ну опять же, только эти вот минусы убивают друг друга И остается тот же самый матчный элемент, но веществу сопряженный матчный элемент Это здесь хи крест плюс на сигма и т на си минус Все, вот такой получается ответ Вот такой получается ответ Правда, видите, здесь у нас же, ай-яй-яй, что творится Что же творится Ведь у нас, во-первых, здесь стоит, ну что касается фи, то все нормально Здесь стоит фи минус, здесь стоит фи минус крест, вот оно, фи минус штрих, фи минус штрих, конечно, пишите, фи плюс штрих крест Это в конечном состоянии работа со схемой И здесь то же самое Но без фи плюсов здесь стоять хи И нам надо перейти от фи плюсов к хи, да? И записать все-таки Здесь матчный элемент Опишите таким образом, что здесь матчный элемент Десиператок, который, значит, действует между в пространстве фи А здесь, вовсе, вот это вот сигма, сигма, оно должно действовать либо, оно должно действовать на начальные луновые функции А вместо этого оно действует на конечные луновые функции, да? То есть надо переписать в другом виде вот это вот как-то Во-первых, выразить хи через фи для позитронов, но это не трудно сделать воспользовавшимся вот этим соотношением Но еще и надо переписать матчный элемент в другом виде Нужно, чтобы вот это вот сигма действовала на это фи, а эта сигма действовала на вот это фи Как это сделать? Как это сделать? Сделать это можно, воспользовавшись условием полноты Условием полноты Для сигма матрицы и единичной сигма матрицы Единичной сигмы матрицы Что это за условие полноты? Так, это мы смираем, а оно нам не нужно Что за условие полноты для сигма матрицы? Ну, вы, конечно, прекрасно его знаете, это условие полноты Ну, мы его запишем Это условие полноты Так, оно Оно здесь так Симма интер Альфа вектор Симма интер Гамма дельта Плюс Дельта альфа вектор Дельта гамма дельта Рандом Дельта альфа дельта Дельта альфа дельта Дельта альфа дельта дельта бетка дельта Гамма Продолжение к саму условию полноты Скрипсу я не врагу Где, наверное, на врагу Где на врагу? В коэффициенте на врагу, наверное, да? Как правильно? Но в условии полноты Что такое? Это Что вот Любую матрицу можно разложить по По единичной матрице И Любую матрицу можно описать в виде Как А плюс Б На сигма Любую матрицу 2 на Это условия полноты Из того Из этого требования Что можно Любую матрицу Так написать Мы получаем Это Теперь Значит Теперь Ну вот Где-то коэффициенты Неправильные Где? Как это проверить? Правильные или нет коэффициентов Как проверить? Ну Значит Давайте возьмём След По Гамма Дельта Свет По гамма Дельта Свет По гамма Дельта Что мы получаем? Дельта Дельта Альфа Бетта Да? А здесь Получаем Три Да? Неправильно А где неправильно? Ну ладно Значит Где неправильно? Я думаю Что? Здесь Дельта Ну здесь Получаем конечно не двойку Это вы Немножко Приправили Да? Двойку У нас Двумерная матрица Да? Двумерная матрица Значит Где-то Надо Написать Здесь одну вторую Написать Да? Здесь одну вторую Или здесь В двойку Ну это Давай Так Теперь Вот если берем След по гамма Дельта То утолняется Все правильно Да? Дельта Альфа Бетта здесь И дельта А здесь ноль А теперь возьмем умножим На какое-то Сигма 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 К Гамма Дельта Гамма Дельта Да Гамма Дельта Нет Не Гамма Дельта А Дельта Дельта Гамма Дельта Да? Сигма К Умножим И сравним Левую и правую часть Что мы получим тогда? Сигма К Дельта Гамма Это будет средо Это будет ноль Правильно? А здесь мы получаем Сигма К Ну понятно, что у нас Дельта заменится на Альфа А Гамма на Бетта То есть получим Сигма К Здесь получаем Сигма К Альфа Бетта Правильно? А что здесь получаем? Сигма Что здесь получаем? Сигма Гамма Дельта Да? Гамма Дельта Что такое? Сигма И на Сигма К Ну? Что это такое? Сигма И На Сигма К Гамма Дельта И на Гамма Дельта Что же мы получаем? Мы получаем Сигма на Сигма Шпур Сигма И На Сигма Шита Правильно? Шпур Сигма И На Сигма Шита Сигма на сигма как? Что это такое? Сигма на сигма еще шпур взят. Сигма на сигма еще взят шпуры. Да? Но шпур будет двойки. Правильно. Опять неправильно. Шпур будет двойки. Два гекта и к. Два гекта и к. Опять неправильно. Ну что это такое? Выводить что ли мне это соотношение? С коэффициентами что-то у нас не ладится. Да надо на первую сбойку поставить. Если поставим здесь сбойку, то тогда будет хорошо. Тогда будет хорошо. Замечательно. Замечательно. Правильно. 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 Вот это соотношение волноты. Значит, это соотношение волноты. А что нам нужно сделать? Нам нужно, на самом деле, я еще опять повторяю. Нам нужно, чтобы вот эта сигма стояла между фиами, а эта сигма стояла между фиами. Да? То есть нам нужно переменять индексы бета и вот это ввести либо к такой, да? Либо к сигма с таким же расстановкой индексы. То есть с этим соотношением недостаточно нас пользоваться. Надо еще. Вот этот альфа бета, оно у нас плохое. Оно просто опять же будет фи замыкать на хи в этом смысле. Мы его опять должны переписать, используя соотношение полноты. Как написать? Написать, что сигма альфа бета дельта гамма дельта равно чему? Сигма альфа бета дельта равно одна вторая, а здесь одна вторая. А здесь написать сигма альфа гамма, а сигма альфа гамма бета дельта. Альфа бета гамма дельта, да? Альфа бета гамма дельта. Мы его сюда записываем и переставляем вторые индексы альфа гамма альфа дельта. Здесь у меня все равно. Гамма дельта, что дельта гамма, да? Это все равно. Дельта симметрична. Поэтому и здесь я вот вторые индексы переставляю. Альфа гамма. Альфа гамма. Альфа гамма. Альфа гамма. Да. Сигма альфа дельта. Альфа дельта. Альфа дельта. Альфа дельта. Бета гамма. Правильно или неправильно? Это ли мне нужно? Все-таки я хочу альфа с дельтой и с бета с гаммой. Правильно. Правильно. И плюс. Дельта альфа дельта. Дельта бета гамма. Вот так вот. Вот так вот я напишу. Еще. Это правильно. Альфа дельта бета гамма. Альфа дельта. Альфа дельта. Альфа дельта. И что я делал? Альфа дельта бета гамма. И потом взял и переставил. Альфа. Альфа бета. Нет. Правильно. Альфа дельта. Альфа дельта бета гамма. Это будет альфа дельта. Альфа дельта. Но мне альфа дельта. Нет. Не хочу. Альфа дельта. Альфа дельта бета гамма. Альфа дельта. Но мне нужен именно такой порядок. Именно такой порядок. Именно такой порядок. Дельта альфа дельта бета фигма. Альфа-дельта-бетта-гамма, да? Альфа-дельта-бетта-гамма. Или может быть альфа-дельта. Альфа мне нужно свернуть с последнего. Дельта, да? Альфа-дельта-это все-таки второй индекс, да? Альфа-дельта, альфа-дельта и гамма-бетта. Тогда это у меня будет правильно. Альфа-бетта и дельта-гамма. Правильно. Альфа-дельта. Альфа-дельта-бетта-гамма. Правильно. Альфа-дельта-бетта-гамма. Правильно. Альфа-дельта, да? Альфа-дельта. Хоть я соотношение полноты еще раз переписал, на самом деле. Только коэффициент двойка перетащил сюда, в правую часть. Короче, 1 и 2. Переписали еще раз соотношение полноты. Разно это просто переписали. У вас же, с другой стороны, стоит произведение сильма на девят, которого не было в соотношении полноты. Вот соотношение полноты. Сильма на сильма плюс дэк на девят. Тут-то, да, с той стороны-то нет. Сильма на сильма плюс дэк на девят. А, а здесь с ним, конечно же. Ну конечно же. Ну что, я же хочу. Это что неправильно, я его должен переписать. Это что неправильно, я его переписываю. И получаю, в конце концов, получаю, что вот это сигма, альфа, вот это сигма на сигма, которая там у меня стоит. Чему оно равно? Равно, оно минус 1, я так перепишу, сразу вот это вот, напишу в правую часть, да? Вот здесь, напишу в правую часть, изменить знак, напишу минус 1, 2, да? Равно, вот это, минус 1, 2, вот на это. Всё. Теперь, значит, ну и что у меня получилось? Здесь была минус 2, плюс 2, минус 1, 2, то есть это коэффициент 3 вторых, я говорю. Я могу так его написать. Перепишу ещё раз. Минус 1, 2, 2, сигма, итера, альфа, дельта, сигма, итера, гамма, дельта, и плюс 3 вторых, плюс 3 вторых, вот это вот дельта на дельта. Вот, я его переписал, и это как раз то, что мне нужно. Как раз то, что мне нужно. Вот. Ну вот. После этого, что у меня получится? У меня получится следующее. Перейдёт вот этот матричный элемент. А что он перейдёт? Сейчас попытаемся написать. А что же он перейдёт? Перейдёт он в 3 квадрат делить на 4м квадрат. А здесь будет следующее. Минус 1 вторая. Фи штрих крестис. Минус. Сигма итера. Сигма итера. На Фи минус. Ну и это замечательное. Замечательное выражение. Правильно? Замечательное выражение. А здесь стоит. Здесь у меня стоит. Сигма альфа дельта. Сигма гамма на бета. Сигма гамма на бета. Сигма гамма на бета. А здесь стоит. Фи штрих крестис. Фи штрих крестис. Плюс. Сигма итера. Сигма итера. На. Фи плюс. Вот что у меня стоит. Ну и еще. Фи штрих крестис. Ну и еще. Фи штрих крестис. Фи штрих крестис. Плюс. На. Фи плюс. Вот. Фи штрих крестис. У меня есть. Ну и теперь я хочу сказать. Что когда бы мы рассматривали. Если бы мы рассматривали. Рассеивательную диаграмму. Электронную на позитроне. То. Нам на самом деле не надо было. Вот такую вот. Пользоваться отношением поплаты. И так далее. Ситуация была бы гораздо проще. У нас бы сразу входили. Что касается электрона. То входили бы сразу такие матричные элементы. Либо такие. Ну я бы сказал. Здесь на одной линии электрон бы был. На одной линии был бы позитрон. Тогда матричные элементы были бы либо такие. Относительно позитрона. Либо электрон оправлен. Либо такие. Относительно позитрона тоже. Либо такие матричные элементы. И все. То есть вот эту процедуру с использованием соотношения полоты нам не надо было проводить, а надо было просто перейти от хи к нормальной уголовной функции позитрона Фи+. Перейти с помощью вот этого соотношения. Ну как? Что мы можем написать? Что мы можем написать? Ну давайте вычислим просто, что такое хи штрих крест на сигма и хи крест. Это будет на самом деле матричный элемент от сигма по нормальной уголовной функции, но с другим знаком. А этот матричный элемент будет по нормальной уголовной функции, но с тем же знаком. Понятно это или нет? Ну, вроде бы понятно, потому что мы же уже говорили, что если мы будем писать хи крест, вернее хи плюс на хи крест плюс, да, то это будет единица минус зета на сигма, да, делить на два. В то время, когда мы пишем хи плюс на хи крест, то это и есть единица плюс зета сигма на два. Это вы говорили? Говорили. Ну понятно тогда, что такое вот этот шлен, вот этот шлен, это шпур с сигмой, да, и он отличается знаком от шпура этого сигма. А это просто шпур, это знаки одинаковые. Поэтому ясно, что у нас здесь будет просто хи плюс штрих крест с другим знакомом. Плюс одна вторая на фи, да, плюс азис. И здесь тоже с тем же знаком будет фи плюс штрих крест на фи. И вот мы получаем теперь этот тогда, значит, амиграционный потенциал. Каким образом? Ну амиграционный потенциал тогда будет, вот этот сигма действует в своем пространстве, значит, ориенграционное. Сразу пишем ориенграционное. Это уже нам не понадобится. И сразу пишем ориенграционное. От кум за равно 2 квадратных на 4 квадратных. А здесь пишем. Здесь пишем на 8 квадратных. И здесь пишем сигма минус сигма плюс, сигма минус на сигма плюс и плюс 3 квадратных. Плюс 3 квадратных. И все. Здесь единичная магната стоит. Плюс 3 квадратных. Так. Правильно? Правильно вы мне сказали? А? Викторий знает правильное дело. Викторий не проследил. Сейчас посмотрим. Ответ какой? Ну замечательно. Правильно все сделали. Молодцы. Это правильное ответное реанимационного потенциала. Понятно, что его... Здесь я говорил. Рассеивительный потенциал получается изменением знака. Да? Изменением знака. Или это вы легко вот можете проделать. Сами получите. Сами получите. Рассеивительный потенциал получается изменением знака. Это я скейкеринг написал. Скейкеринг. А чтобы полный потенциал... Как ты должен получить полный потенциал? Взять рассеивительный. И прибавить к нему реанимационный. Да? Тогда полный потенциал будет такой. Здесь ясно будет, что это дейтофункционный будет потенциал. Да? Будет дейтофункционный потенциал. И... А! Ну правда, вместо функционного я пока кишу еще по выгрузам в пространстве. Тогда здесь мы должны упроститься. Потому что 20 у нас одинаковые. Да? Поэтому значительное упрощение будет. Это будет делить на 2. Ох, пардон. На 4. М квадрат, да? Это будет м квадрат. Это петель. Эти шнежи у нас будут одинаковые. И значит будет здесь 2. Ох, пардон. Что-нибудь? Два? Четыре, то ли, по-два. Четыре, но с обратным знаком. Понимаете? Нет. Неправильно. Три вторых. Три вторых. Что такое? Три четвертых. Три четвертых. Три четвертых. А здесь будет... Три четвертых. Три четвертых. Три четвертых. Все, я хочу к систему сенсора инерции. Но пока, давайте, не будем этого делать. Давайте оставим, что у нас было. Что число у нас? Четыре квадрата. Да? Плюс четыре квадрата. У сигма-1 на П1. Здесь есть сигма-2, П2. Сигма-1, П2. Двойка здесь. Два квадрата. Я задержал вперед. Что? Два квадрата. Да? Все. Правильно. Вот такое сигма-2, П1. И что дальше у нас было? Вот был член. Четыре квадрата. Ну давайте. Сигма, только я помню, писать уже не один и два. Пишу уже сигма- и сигма-плюс. 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 Сигма-минус. И сигма-плюс. И сигма-детского. П1. П-минус. П-минус. Здесь будут П-минус и П-плюс. Это не только электроны и позитрона. Здесь будут П-минус и П-плюс. Здесь П-плюс. Здесь П-плюс. Здесь П-плюс. Так? Правильно. Правильно. И здесь тоже, теперь, куб 4 в квадрате. Сигма-минус, сигма-плюс. 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 Таку в квадрате. Сигма-плюс. Но этот член, видите, еще объединяционный потенциал добавится сюда. Добавится сюда. Как? Вот здесь будут единицы. Здесь. К этому члену. У квадрат здесь будет умножаться вот то, что... А, ладно. У квадрат. У квадрат пока напишу, чтобы не соврать. Такого члену у нас не будет. А будет член только сигма на сигма. Вот такой, который там в конце скорее, да? Но он умножается будет не е квадрат. Он будет... С коэффициентом войдет одна восьмая. С коэффициентом одна восьмая. А коэффициент был одна четвертая. Да? Коэффициент был одна четвертая. Да? С тем же знаком. Со знаком плюс. Да? Тогда будет... Тогда... 1 восьмая плюс 1 четвертая. Значит, здесь будет три вторых. Три восьмых. Со знаком плюс должен быть. Коэффициент. И еще. И этот коэффициент со знаком плюс. И с коэффициентом одна восьмая. Три восьмых. И минус... Коэффициент, чтобы был плюс, если бы... И минус... Что там у нас стоит? Минус... Три восьмых. Три восьмых. Минус и плюс, как я уже не сооружу. Вроде бы минус. Да? У нас тут был плюс. Вот такое выражение. Нет. Там у нас на ку квадрат нет. А на ку квадрат все. Тоже на ку квадрат, конечно. На ку квадрат. Вот такое выражение получается. Да? Знаешь. Теперь еще раз. Пообразить надо быть правильно или неправильно. Ну ладно. Лучше я... Вроде правильно я получал. Но... 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 Вроде правильно. Ладно. Вроде правильно. В конце концов можете сами получить. Вот это коэффициент. Это значит... В выпускном представлении. Опять же... Нетрудно получить в координатном представлении. И я уже вытешу ответ для координатного представления. Но... Но уже в системе... Центра масс. Где у нас... П-Плюс равно минус... П-П-... В системе Центра масс. Почему? Потому что, я уже говорил, что на самом деле этот потенциал представляет интерес в основном для позитрония, для описания позитрония. Потому что, ну скажем, для царятов одного знака, потенциал, в общем-то, я уже не знаю его применение, потому что, ну это взрыводействие какое-то, это только где-то там для описания юридического рассеяния, но он, в общем, особого смысла не имеет, потому что это, может, даже пользоваться просто правилами Феймана, и все, мне любили. Как-то, значит, никакой необходимости вводить специальный потенциал, нет. А вот когда у нас есть связное состояние, тогда, конечно, связанное состояние, тогда, конечно, надо вводить потенциал, потенциальную энергию, для того, чтобы иметь, очевидно, для позитрония в нелитивском приближении, позитронии, и атом водорода, да, они получаются друг с другом заменой просто, масса, например, приведенную массу, а, то есть, как попалам. А, рельсистские поправки, да, ну, не впечатляют. Конечно, вот, для вычлений рельсистских поправок, это потенциал очень, болезнь, потенциал, и, опять же, более того, нам нужно еще этих потенциальных энергетических взаимодействий, а лучше давайте мы вытешим сразу гамильтониан, который носит название Брейтовского гамильтониана. Брейтовского гамильтониана. Это потенциал, гамильтониан, сточный седовой квадрат, С квадрат, гамильтониан для взаимодействия электрона с позитроном. А может после перерыва? После перерыва? После перерыва? Да, да, да. А что же, вы сидите, я балаболю, и вы уже хотите перерыв. А? Ну, ладно, давайте перерыв. Спасибо.